Мы имеем определённую последовательность событий, мы начинаем с того, что мы сознаём конкретное движение. Движение как таковое без восприятия. Сознаём конкретное движение. Это движение, в этом движении мы находим две стороны, причём мы не сознаём себя причиной при этом. Мы сознаём движение, например, движение рукой, но не сознаём себя причиной этого движения. В этом движении мы находим две стороны. Одна сторона – это простое движение. То есть движение тела как таковое всё равно рукой, ногой, головой, коленом, локтем. Мы находим простое движение. Это действительно простое, отвлечённо взятое движение. Затем мы выясняем, что это и конкретное движение, именно движение рукой. Мы говорили, что тело – это форма, и как форма она не отлична от мысли, а как телесная форма есть нечто иное, нежели мысль. Затем мы выясняем, что это простое движение предшествует конкретному движению, определённому движению. То есть сначала мы сознаём простое движение, затем конкретное, определённое движение. Возникает интересная ситуация. Мы сознаём и являемся причиной движения, но не непосредственно, а через посредство простого движения. В нашем движении рукой есть момент простого движения и момент определённого движения. Мы являемся причиной движения рукой через посредство простого движения. Возникает такая последовательность. Я – причина простого движения, движения вообще, просто телесного движения. А телесное движение является причиной конкретного движения. То есть я являюсь причиной конкретного движения через посредство простого движения. Это создает нас необычную последовательность причинных событий. Я – причина простого движения. То есть сначала я – причина вообще движения, в котором я ещё не различаю моментов. Затем я в этом движении различаю моменты, простое и определённое. И затем сознаю себя причиной простого движения. Что это значит? Что, собственно, это значит? То есть при том, что простое движение определяет сложное, определённое движение, я являюсь причиной сложного движения через то, что является причиной простого движения. Отсюда и возникает, ну, такая последовательность. Я, являясь причиной простого движения, сохраняю себя в качестве причины простого движения тогда, когда простое движение определяет сложное. Иначе, видимо, не получается. Я, осознавая себя причиной простого движения, удерживаю себя в качестве причины его тогда, когда простое движение определяет сложное. В свою очередь, простое движение, то есть я являюсь причиной и остаюсь причиной. Это род причинения, когда причина не переходит в следствие, а остаётся осознанным вместе со следствием. Я осознаю себя причиной простого движения, это понятно. Через него я осознаю вообще движение, движение рукой. Через причинение простого движения, потому что простое движение первее определённое. Я являюсь причиной, поэтому я являюсь причиной простого движения и тогда, когда простое движение совершается. Я не исчезаю в нём, я остаюсь в качестве его причины. И простое движение, когда переходит в сложное движение, тоже остаётся, не исчезает в сложном движении, как положено причине, а остаётся осознаваемое в качестве причины даже тогда, когда совершается сложное движение, движение рукой. То есть происходит нарастание причины, её следствие вместе с причиной, и следствие его вместе с сохранением причины. Мы имеем три ситуации. Происходит не причинение, а усложнение, как я понимаю. Не причинение, а усложнение. То есть есть вся картина целиком. Сначала я в качестве причины. Затем я вместе с простым движением, сохраняя себя в качестве причины простого движения. И, наконец, сложное движение, где сохраняется простое движение, как причина сложного движения, и я как причина простого движения. Вот так. Из чего это происходит? Это происходит из того, что мы с самого начала можем быть причиной вообще движения через то, что являемся причиной простого движения. Возникает картина вот такого постепенного усложнения. Усложнение. Усложнение. И вот мы получаем формулу движения вообще. Я двигаю рукой, оказывается, это... Я еще раз скажу, что это... Движение вообще. Понятое не через цель и не через значение. Просто движение. Я осознаю себя, еще раз повторю, и удерживаю в качестве причины простого движения, и затем удерживаю простое движение. Сознаю простое движение как причину сложного и удерживаю ее в качестве причины. Возникает двойное или даже тройное причинение, потому что я являюсь причиной всего движения через то, что являюсь причиной простого. И странно, знаете что, что вот это причинение конкретного движения, чистым движением, оказывается условием для удержания себя в качестве причин. То есть вы хотите сказать, что есть круг, Никита? Не то чтобы круг, ну вот, ну да, в каком-то смысле круг, потому что оказывается, что я причиняю условия себя как причины. Единственное, спасает то, что здесь это не переход от одной причины к другой, а это вот целостная ситуация такая, но все равно какая-то она странная. Я же, по логике Великат, должно быть причиной всего этого, но у этой причины оказывается условие. Да нет, я сохраняю себя в качестве причины простого движения, при том, что простое движение сознается и сохраняется, как причина сложного. Получается просто усложнение ситуации, я удерживаю себя причиной всего, в конце концов, удерживаю себя причиной всего. А тогда нельзя говорить, что причинение чистым движением конкретного является условием? Это просто часть общей структуры? Да. Ага. Я теперь вечно понял, что это значит, что чистое движение, причиняющее конкретно, является условием я как причины. И тогда был бы круг. Да, тогда был бы круг, но здесь вроде бы его нет. А мне кажется, здесь заложена некого рода такая хитрая мысль, что у нас изначально мыслящая форма и то, что мы называем я – это действие. И по логике наша мыслящая форма должна как-то воздействовать на форму телесную и её двигать. Каким способом она это делает? Как-то действие, как-то воздействует… То есть мыслящие действие воздействует на действие телесное. Как-то так, что происходит? Если исходить из изначальной иудуицы, что любая форма – это некого рода действия. У нас изначально была телесная форма, где тело и чувства – одно и то же. Тело и восприятие – одно и то же. Что делает мысль, собственно? – оно вычленяет в телесной форме становление, тем самым отличает тело от чувства. Уже было тело. Тело было, оно двигается мыслью, восприятие в мысль. Оно двигается мыслью, мысль переходит вот-вот-вот-вот. То есть тело переходит вот-вот-вот. Вот действие мысли. А теперь мысль берет тело как становящееся. Или чувство как становящееся. И чувство исчезает. И возникает… Я поворачиваю голову, чтобы увидеть Булата. И сам поворот головы меня интересует больше, чем восприятие Булата. Тем самым, я отвечаю на ваш вопрос, тем самым мысль задает тело без чувства, как становящееся тело. Или тело как тело. Вот в каком смысле мысль определяет, задает, причиняет тело. Берет его как становящееся. То есть, иными словами, без восприятия. А дальше уже тело… Ну, я бы перебил это. Я просто имел в виду, почему он говорил, что форма и есть действие. Если бы существовала щитская форма в виде мысли, абстрактной мысли или понятия, тогда таких вопросов бы не возникало. Когда разговор о том, что мысли что-то вычленяет, это был разговор о том, что мы с помощью мысли, то есть с помощью понятия, что-то можем вычленить. Это просто стандартный классический разговор. Но у нас же мысль. Это не пустое, не чистое понятие. Для нас мысль – это некого рода действие. Форма для нас – это действие. Поэтому что значит, что действие что-то там вычленяет? Вот это мне непонятно уже становится. Действие может только произвести, как правильно вы говорите, что являются причиной. Действие может быть причиной. Получается, что действие в виде простого действия каким-то образом вызывает действие телесное. Как причина его. То есть одно действие, то есть простое – это мысль. Вызывает действие конкретно, то есть телесное. Если мы перейдем от слова «мысль», которое может это ввести в заблуждение какое-то там. Если мы перейдем от слова «действие», то как бы тогда вся картина будет следующим образом. То есть некого рода простой не сделал. И это простое действие является причиной сложного действия или действия конкретного. как бы внутренней структуры, я не знаю, как сказать правильно. Я являюсь причиной действия. Но не сознаю себя причиной, потому что в этом действии есть «я равно я» и «я не равно я». Это некая исходная интуиция, которую мы имеем. Я произвожу действие, сознаю, что я произвожу действие рукой, но я не есть рука. И за этим надо разбираться, почему, собственно, возникает такая интуиция. А в терминах «действие», как бы «я» и «действие» – это не одно и то же? «Я» и «действие» – одно и то же. «Я» и «чистое действие» – это одно и то же? Да, но я являюсь действием, но не сознаю себя действием в этой ситуации. Потому что я ещё не понял, в каком смысле я причина. Не понял, в каком смысле я причина. А причина в том, что я определяю простое действие, которое первее сложного. Иначе и быть не можно, потому что раз простое действие первее сложного, то я должен определять всё движение лишь тем способом, что определяю простое движение. Раз простое движение первее сложного, то я могу определять всё движение только тем способом, что определяю простое движение. А оно уже определяет движение определённо. Через него определяю. или она структура просто по понятии причина присутствует как бы никого-то последовательность даже как город непоследовательство другом виде что-то структуры если действие структура внутри это действие есть простое действие а есть как бы уже собственно телесное конкретное какое-то сложно есть структура определяет естественно любая структура определяет ей все время идите ты передавались эти последовательность начало простое действие потом последования сначала я бы причина простого действия зачем простое действие потеряющие сложные действия когда последование во времени или как это происходит? Никоим образом. Это чисто логическое, разумеется. Как-то во времени можно рассуждать. Во времени происходит движение рукой, и все. В котором логически первее простое движение. Из него логически вытекает сложное движение. Но я являюсь причиной при этом простого движения, и через него являюсь причиной сложного. Поэтому я должен удержать себя в качестве причины простого движения, а простое движение удержать в качестве причины сложно. Происходит усложнение. Происходит усложнение. Что в этой структуре... Я, честно говоря, не знаю, как с этой структурой работать. Что в ней есть? Что в ней есть? С одной стороны, в ней есть то, что я удачно-неудачно назвал экзистенцией. Причем экзистенции две. Сознание простого движения, еще до сознания себя в качестве причины, дает нам я равно я. Я, и это дает восхищение происходящее. До сознания себя причиной простого движения. Простое движение, тем не менее, сознается. Сначала оно сознается. Движение происходит логически таким образом. Сначала оно сознается, это простое движение. И оно есть я равно я. Потому что в нем я равен себе. Я не отличаюсь. Простое телесное движение от себя, точнее говоря, соотношусь с собой в этом простом движении. Я соотношусь с собой в простом движении. Поэтому простое движение похоже на экзистенцию, на восторг существования. Затем я сознаю себя в качестве причины этого факта. И при этом удерживаю себя в качестве причины этого факта. То есть получается, что я как бы другая экзистенция. Если я удерживаю себя в качестве факта, то возникает другая экзистенция, где я участник в качестве причины. То есть первая экзистенция и вторая экзистенция. А поскольку я удерживаю себя в качестве причины простого движения, а простое движение удерживаю в качестве причины сложного, конкретного, определенного движения, то и простое движение тоже оказывается восторгом. Все, что возникает, вызывает у меня удовольствие. Игорь Данила просто рассказывал, что девочка покидает мячик. Она делает это с удовольствием, не целесообразно, а с удовольствием. Потому что целесообразно тоже там могут быть какие-то цели, но она делает это с радостью бытия. И ничего другого в нем нет. Радость бытия. Я знаю, что я бросаю мяч. Я знаю, что бросание мяча я равен себе. Я знаю, что из этого вытекает, что я бросаю мяч. И бросание мяча уже не есть нечто чуждое мне. А через экзистенцию оно оказывается мной. Бросаю мяч и купаюсь в этом удовольствии. Бросаю мяч и купаюсь. Потому и бросаю. Потому что сложное движение поднимается через простое. Я не проваливаю с бросанием мяча, а сложное движение объясняется через простое. Простое первее. А наслаждение движением возникает уже прямо на уровне чистого движения? Видимо, да. Потому что там тоже есть я равно я, хотя я себя еще не осознал причиной простого движения. А что тогда здесь изменяет сознание себя причиной? Кайфа большая. Я включаюсь в это, включаю себя в качестве причины экзистенции. В первом случае это экзистенция, но беспричинная. Я осознаю себя причиной существования и тем самым как бы меняю характер переживаний. Ребята, мне очень стыдно. Если вы семинар не слушали, надо бы, конечно, кто вас приглашал, попросить послушать хотя бы два-три семинара. Ничего же не понятно. Ни слова не понятно. А? Это наша вина. Нет, это вина тех, кто вас пригласил. Я к тому, что вы можете спокойно отправиться в освоящий, потому что… И в лицо Игоря не было. Я, честно говоря, не знал. А, по-моему, на самом деле… Я не могу после двух месяцев работы возвращаться к основной вещам. Нет, на самом деле не нужно. Разберутся, на самом деле. Это даже как бы полезно. С середины ночи что-нибудь – это здорово. Да нет. Ни слова не понятно. Решительно ни слова. Это вызов? Понять, попробовать. С середины ночи. Ну, разве что воспринимается как музыку, да. Ладно. В первую очередь с вами познакомились. Да, я уже сказал, что мне приятно. Но я несколько смущен. Ну ладно. В общем, вы имеете право спокойно встать. Никто не обидится. Вы так говорите, словом, вы людей выгоняете, да? Нет, нет, нет. Это вы зря пойдете. Так, вот смотрите. Так, все-таки именно причиной мы пытаемся удержать себя, а не удержать себя как некое «я» в единственное движение. Почему? Ведь казалось бы, когда мы обнаруживаем, что мы, с одной стороны, являемся причиной простого движения, потом простое движение является причиной или источником конкретности жеста. В этом деле мы сохраняем себя как некое единство. Единство движения. Себя сохраняем как единство. Да, вроде бы так. В этом же смысле, наверное, не совсем справедливо говорить, что мы являемся одновременно причиной. Мы ведь не даны себе как причиной. Поэтому мы же эту ситуацию характеризовали как в себе бытие сознания, а не как для себя. Мы же не разворачиваем его для себя. Но если бы была возможность мысли себя как причиной, эта ситуация была бы сразу же для себя. Но она не дана. Ведь единство движения, я как основание движения, это не является данностью себя как причиной движения. Ну, получается так, да. То есть как-то нет разницы между в себе и для себя, да. А, так все-таки момент для себя есть. Или его все-таки нет? А что-то вы знаете? Я думаю, что просто в этих терминах сама ситуация… Я в прошлый раз думал, что… Вы говорили про в себе, да. Чтобы было в себе чистое. Вот сейчас я что-то смотрю, слушаю, говори, как и для себя. Вот, может быть, эти термины надо оставить. В конце концов, они из классической философии. Мы никак и никогда не укладывались в классическую философию. В частности, и здесь, где то ли в себе, то ли для себя. Потому что ведь удержание себя в качестве того, что сохраняется, в качестве некого универсального принципа единства, перехода, начали от себя в простом движении, потом от простого движения конкретности действия, жеста, это ведь не одно и то же, что удерживать себя в качестве некой дополнительной определенности, в качестве именно причины. Тут же есть вот этот нюанс. Замечательный. Да ведь? Да, да, да. Это причина, которая удерживается как причина, но в то же время, как бы, это нельзя назвать ситуацией для себя. Для себя вообще как бы ситуация, это мысль, чистая мысль самим собой. Это называется для себя. Когда мысль в предмете самой собой. А здесь другое построение. Здесь мысль причиняет, остается причиной. Но именно причиняет, она не... Нет, просто я о другом сейчас говорю, я говорю о природе, о подчинении такового. Потому что одно дело говорить о том, что есть некое единство во всем этом движении, есть единство я, единство меня самого и единство меня кидающего мячика, и мячика кидающегося в стенку благодаря моей руке. И сказать тем, что это является причиной всего, я являюсь причиной всего происходящего. Это же разные как бы ситуации. То есть, как бы, единство, как некая цель, 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 общего, жеста. Если бы была обычная конкретная, обычная ситуация, я бы не сознавал себя как единство некоторого жеста. А здесь, получается, в разворачивании вот такой сложной схемы, я осознаю себя как некий принцип единства жеста. Но принцип единства жеста и принцип причины – это два разных момента. Да, действительно, единство налицо, но есть ли момент причинения? Есть момент причинения, есть момент сознания себя причиной, но нет отличия себя от причинения. Сознание себя причиной есть, но сознание… В первой маленькой схеме, да, то есть, когда я себя как жест вообще являюсь причиной, я являюсь причиной жеста вообще. Ну, потом дальше он удерживается именно этой причиной. Или как единственное движение. Я в первый момент, для того, чтобы увидеть что-то, то есть, бросить такую стенку мячика, я должен удержать себя как некая абстрактная способность к жесту, как некую телесность, ну, как движение рук. Правда? Так получается. Так получается. Теперь оказывается, что в этом самом процессе я удерживаю себя как причиной этого движения рукой. Так ведь, да? Я себя как причиной, я себя удерживаю. Теперь дальше. Я швелю именно рукой, то есть, у нас возникает ситуация конкретности жеста. Теперь в ситуации конкретности жеста я могу попытаться понять себя как нечто единое, которое сохраняется во всех этих трех моментах. Первое. Во мне как таковом, во мне как причиной чистого движения, и движение чистое, которое притворяется или разворачивается в конкретности жеста. Вот. Это некое единство. Но удерживаю ли я себя в тот момент, когда я как причину, когда я перехожу от чистого причинения в конкретности жеста? Ну, я говорю, что удерживаю в качестве причины. Но ведь, смотрите, что такое простое движение? Отношение мыслящей формы с собой. Я есть я. Я равно я. Когда я это выделяю, я осознаю себя причиной. Возникает ситуация. Я причина чего? Я причина ситуации, где я равно я. Когда мысль в теле соотносится с собой. Здесь два я, которые, ну, различаются. Различаются. Хотя то и другое я заслуживает определения я. И, наконец, если я удерживаю и себя как причину, и себя как простое движение, то и бросание мячика в стенку тоже, как бы, не есть нечто иное. То есть я бросаю мячик в стенку и… Когда идет у нас переход от абстрактного движения к конкретности жестов, могу ли я говорить в этой самой ситуации, что именно то самое я, в обоих условиях, которое было до этого, является причиной вот этого подобного перехода? Именно сказано, что есть я как причина и я как единство – это разное я. Я равно я как единство, я… Первое – я как причина. А ты говоришь, а не является ли одним и тем же я? Не является. Я как причина, я как единство – разное я. Вы какое я имеете ввиду как причина? Как простое движение, да? Я равно я. Это и есть я, единство. Что такое « я равно я» – это и есть единство я. То есть «я», как причина во всем движении, не удерживается. А удерживается «я», как единство. Первое «я», в настоящем форме, она… – Удерживается, как единство. Но не как причина. Да почему «не как причина»? Когда я от атакности жеста к его конкретности удерживаю ли здесь «я» как причину этого перехожу? Общая логика говорит, что да. Там смотри, археология это была такая, что мы осознали разницу между чистым движением и конкретным движением, следующим шагом мы поняли, что «чистое движение» логически предшествует конкретно, а следующим движением мы поняли, что является причиной самого «чистого движения» – «я». Да, да, да. Получается, что у нас причинение такое, что «я» причиняет «чистое движение» и «я» причиняет «чистое движение», причиняющее конкретное движение. Так вот, всё, оно удерживается как причинение во всей этой цепочке. Правильно, тогда как «я» дано самосознанию, как единственное «я», которое во всех трех и пяти хипостасах сохраняется. И только. «Я», которое переходит от «я», которое является чистым движением и конкретностью движения, здесь это «я» сохраняется, а в воде нет. Подожди, «я» причиняет не себя, оно причиняет «чистое движение». Да, здесь «я» как причина удерживается. Вот «я» не удерживается «я» удерживается как единственный, а не удерживается как причина. Да. Конечно, «я» причиняю «я» не просто «чистое движение», а «я» причиняю «чистое движение», которое причиняет «конкретное» движение. Я причиняю не просто чистое движение, я причиняю то чистое движение, которое причиняет конкретное. Если ты спрашиваешь, что можно ли выделить я как некоторое самостоятельное во всей этой структуре, вот не знаю, похоже, что нет. То есть все это как бы только в качестве момента вот этой... Смотри, почему я этот разговор про для себя и себе затеял. Затеял его по той простой причине, что когда мы говорим о ситуации, что я причиняет чистое движение, которое причиняет конкретное движение, то есть конкретное жизнь, то тогда получается, что эта самая картина для самого я разворачивается в ситуации в себе, но никакая ситуация для себя. И в этом смысле я как причина из этого второго сложного членного объекта вычленного быть не может. Да, оно присутствует... Ну, вычленных, видимо, нет. Да, оно присутствует как некий фактор единства, как нечто сохраняющееся. Ну, быть положено для себя, оно быть не может ни в коем случае. Поэтому о нем говорить как о некой универсальной причине, организующей все то и то, ведь может несправедливо. Ну, в этом смысле несправедливо. Ну, просто здесь другой смысл причинности. Ну да. Именно поэтому, кстати, из-за того, что это я настолько неотделимо от движения, то есть оно выступает здесь только вот моментом всей этой структуры, но в качестве такового не выделяется. Именно поэтому, я думаю, Олег Михайлович говорит об экзистенции. То есть вот о некоторой осознании и реализации я в телесном движении. Да, не отдельно, а именно в телесном движении. Здесь вот, кстати, есть некоторая аналогия с Хайбегером, потому что вот эта вот первая экзистенция, которая в чистом движении, и радость в чистом движении, это, видимо, первичное определение Даза Энта, которое сказано, что это то существование, в котором речь идет о тебе. Всегда речь идет о тебе. И это всегда изначально ясно. То есть как бы некоторая самодостоверность здесь есть. Но никакого намека на причинение себя тут, конечно, нет. А единственный намек на причинение, некоторая аналогия возникает только, когда он говорит об экзистенции как о заботе. Вот экзистенция заботится о чем-то, некоторый аналог причинения, и прежде всего забота заботится о себе. Это сказано битым текстом, битым словом, и это, в общем, некоторая аналогия причинения самого себя. Но вот причинение такого, не выделенного, а вот в этом, в акте движения телесного. И поэтому это у хабики так эти слова хорошо играют, потому что забота это всегда как бы некоторое действие по отношению к предмету. И прежде всего это действие по отношению к себе. Поддержание себя в качестве причины этого движения. Если переводить вот эти языки. А вот если убрать существительное, потому что я это некого рода субъективация действия, да? Неоправданно, мне кажется. Получается, что чистое действие, что оно делает? Просто сохраняет себя в конкретном действии. И никаких этапов-то нет. Чистое действие равно себе и сохраняет себя в конкретном действии. Потому что это субъективация, что есть какой-то я, убаивание чистое действие. Зачем оно нужное? Как оно оправданно? Непонятно. Есть чистое действие. Оно остается равным себе в телесном действии. В телодвижении. Все. Но оно не просто остается равным себе. Есть причина этого чистого действия. Чистое действие это и есть я, а не может быть у меня причиной. В каком-то смысле это действительно я, но в то же время у этого я есть причина. Ну это похоже на то, как сказать, что гром громыхает. Громыхание это и есть все. Никакого грома отдельно, субъекта нет за этим громыханием. Громыхание это действие. Нет у него субъекта. В некотором смысле. Но ведь это чистое действие. Нет у него субъекта. Все эти разговоры про причинение, они же направлены на что? Вычленить структуру громыхания. Конечно, нет какого-то я которое было бы отдельно от этого громыхания. Какое-то гром которое отдельно от громыхания. Этого нет. Но вычленяется структура самого громыхания. Что там, внутри, происходит. Вот это замечательно. Феноменологическое. Черное действие сохраняет себя pelo телесном действии. Это него привычное. И все? Не всё. Трёхчленные это описано, двухчленные. – Мне кажется, ещё вопрос такой. А облики экзистенции, они даны, собственно, сознанию в качестве симфонии или в качестве противопостоящих моментов, или в качестве последовательности? – Думаю, последовательность. Сначала одна простая разница. – А ситуация, как два противопостоящих друг другу момента, она для самого сознания никогда не разворачивается? – Вот я думаю, что сознание, имея вот эту вот структуру, я, я равно я. И конкретность действия, которое уже не является противоположным яе, то есть я целиком понимаю, что я бросаю мяч, и нет этого отчуждения, что бросание мяча не есть я. Я – цельное существо. Сначала была противоположность. Она существовала ради того, чтобы вычленить причину радости бытия – простое движение тела. Но после того, как мы вычленили это и поняли это как причину бросания мяча, бросание мяча уже нельзя назвать я не есть я. Вначале было так, да, я двигаю рукой, но я не есть движение рукой. Теперь я двигаю рукой, все, все, я рад, я счастлив, я схватил эту цельную картину через простое движение. Через вычленение простого движения и сознание себя причиной простого движения. Все, я двигаю рукой. И ничего тут, ничто мне не иное. Я двигаю рукой. Все, что это было ваше я, которое двигает, оно какое-то чистое я, да, оно какое-то вот классическое чистое я, которое отделено от всего остального. Если его не отделять, то говорю, не удастся удвоить, что я двигаю. Так не удастся, просто двигаю. То есть я двигаю, нет ни другого содержания, кроме этого этого чистого действия двигаю. Ну, Балат, есть ситуация «я двигаю», которая является причиной ситуации «я двигаю рукой». Ну, получается два, а не три. Тут я, чистые действия, конкретные действия. Я же должен быть причиной простого двигаю. А простое двигаю является причиной движения рукой. То есть я, если бы, абстрактное, какое-то чистое, я по ту сторону всех движений присутствую. Да нет. Ну, не присутствует. Значит, я двигаю – это, на самом деле, нечто простое. Само по себе. И не является я здесь причиной никакой. Двигаю. То есть я не является причиной двигаю. А я двигаю – это и есть все. Здесь слово причиной может быть неуместно, мне кажется, или что-то в этом роде, как-то непонятно. Потому что иначе, если между «я» и «двигаю» есть причинение, это означает, что есть что-то чистое, абстрактное, какое-то там, индокерентное «я», которое включается и двигает. То есть как бы чистая форма, только после чего мы боремся. Форма – это всегда как бы действие. И в действии выражено все. Почему действие разложилось на два – на причину или само действие? Ну, Балат, на самом деле, простая ситуация. Я являюсь причиной движения через то, что я являюсь причиной простого движения. Все. Все. Я, конечно, не являюсь причиной движения, не могу осознать себя причиной, потому что в самом движении первым является простое, вторым является сложное. Поэтому я должен осознать себя причиной простого движения, чтобы быть причиной целого. Что я и делаю. То есть я есть принцип единства простого движения, сложного движения. – Принципом единства или принципом причинения? Принципа причинения Насчет принципа единства Здесь Я бы не стал говорить Но я просто являюсь Причиной всего движения Потому что являюсь причиной простого движения Вот что я сказал Сначала надо было вычтенить простое движение Потом сознать себя причиной простого движения Чтобы быть причиной движения Как такового И тогда движение становится мной То есть я Я действительно двигаю рукой, я бросаю мячик в стенку. Я везде соотношусь с собой. Я везде соотношусь с собой. Не, но это же может проще было сказать, что чистое действие удерживает свое единство в конкретном действии. И тем самым это конкретное действие причиняется. Да, но чистое действие, мы же вычинили это чистое действие, Пулат. Мы его вычленили. Кто мы? Мыслящая форма. Простое чистое движение, еще никто никогда не вычленял в движении, никто не догадался. Мы только с этим работаем. То есть мы это вычленили, оно же нет там. Поэтому мы являются причиной, уже тем способом, что вычленили. Уже потому, что вычленили, мы являемся причиной. Оно не само там вывалилось из простого движения, оно было нами, мной, как мыслящей формы, выделено из нормального движения. Это, собственно, и задало всю интригу дальнейшего. Поэтому я являюсь причиной, уже тем, что я вычленил, я являюсь причиной. Я, значит, отличен от простого движения, потому что я же вычленил, не само оно вычленилось. Это обратная логика какая-то. Из анализа следует, что прямое движение. То есть анализ – это же обратное движение? Да. Из чего-то мы что-то вычленили? Я хочу понять себя причиной движения. То есть я являюсь причиной, но должен это понять. Но могу это понять, только вычленив движение простое. А вычленив движение простое, я тем самым уверяю себя, убеждаюсь, доказываю самому себе, что я причина. То есть все-таки это уверение, да, а не факт? Нет. Нет, это факт. Ну, вы говорите, я уверяю себя, я вычленил что-то. Я осознаю себя. Я вычленил из мира, что я гений, как бы, и теперь знаю, что я гений. Это же из разряда, как бы, этого. Почему гений-то? Ну, я вычленил так, я посмотрел на всех, кругом дураки, вычленил, что я гений. Теперь окажут гением. Это вы конкретно обо мне говорите. Нет, это я по себе обо себе. А я говорю про мустижную форму. Меня можно упрекнуть, я не стану сильно спорить. Все дураки и один умный, но это не о том. Лечь не о быте. Я просто, аналогия какая, что, как бы, из того, что мы что-то вычленили, еще не значит, что это вычленивая факт. Потому что мы изначально можем подложить вычленивая. Поэтому надо, мне кажется, чтобы конструкция работала, надо, чтобы то, что мы вычленили, оно в самой конструкции уже изначально было. Ну, откуда оно там взялось, в этой изначальной конструкции? По факту, как и номинология, состоит в том, что есть движение волевое. Движение, которое я могу осуществить согласно некому внутреннему образу. Ну, как-то, я не знаю. Сначала действительно я как-то внутренне что-то двигаюсь, а потом двигается тело. То есть я телом владею. Это же интуиция же есть. Надо ее объяснить. Так вот, и все распадается, объяснение «я двигаю тело» распадается на самом деле на две интуиции. Первая интуиция состоит в том, что я все-таки двигаю тело, но я при этом не есть движение тела. То есть есть некоторая интуиция отличия меня от движения тела. Эта интуиция оформляется в то, что мы сознаем чистое движение. Движение простое, неконкретное, в отличие от конкретного движения. Есть другая сторона этой же самой интуиции, того же самого движения, что, несмотря на это, в каком-то смысле это все-таки движение рукой. То есть это все-таки я двигаю рукой, и я, как бы, чего отпираться? Движение рукой мое. В каком-то смысле это я это движение. Чтобы оправдать вот эту интуицию, убедиться, каким образом я могу двигать рукой, и при этом отождествляться с этим движением рукой. Ну, не отождествляться, плохое слово. А как бы быть этим движением рукой. И получается, что это можно сделать только в трехчленной конструкции. Я, причиняющий чистое движение, а чистое движение, причиняющие конкретное движение. На этом уровне, на этом уровне, я есть жест рукой. То есть это все-таки выражение меня. Если угодно, мы как бы все, что мы делаем, это вот эксплицируем вот эту некоторую феноменологическую, феноменологическое обстояние. Мы просто его объясняем. Как оно возможно? Я не ухожу в луку, я не становлюсь рукой, да, но в каком-то вот в этом смысле, да, это все-таки я, это мой жизнь. И я таким образом ответственен, например, за это жестко. И в этом жизни есть много интересных моментов. Как бы мысль, это действительно ситуация в себе, в каком-то смысле, которую мысль может только развернуть, как бы раскачать. Например, в этой целостности, я причина простого, простой причина сложного, причем простой удерживается как причина сложного, я удерживаюсь как причина простого. что в этой целостности, ну просто целостность, и это как бы, если угодно, непосредственность. Я двигаю рукой, все, я в каждый момент понимаю, что жизнь рукой – это тоже я. Я двигаю рукой. Для этого слова «непосредственность» надо в какие-то такие густые кавычки брать, что прямо я не знаю. И тем не менее, как бы, мы просто разобрались с ситуацией, когда девочка бросает, я говорю, на мой взгляд, абсолютно право, девочка бросает мяч в стенку. Все, что мы сделали, не видит результат. Но вот это девочка совсем непосредственно. Но каким-то образом она понимает в этой ситуации, она понимает, что и бросание мяча – это тоже она. Я бросаю мяч. Да, она бросает, в конце концов, мяч, для того, чтобы понимать, что она – это она. Да. По сути, ее не гадает. То есть это некая целостность, которую действительно можно назвать экзистенцией. Третьей. Экзистенцией. Это у меня некое целостное переживание, я обращаюсь в тему путь. Вот я этим занят. Я… Ну что, это не экзистенция, а экзистенциала, наверное. А в чем отличие от одной из экзистенций, когда мы уже обнаружили себя в качестве причины? Ну, наверное, нет разницы. Действительно, здесь еще две экзистенции. Когда мы уже знали себя причиной, тем самым мы уже все свели к одному слову. Да, наверное, на правду. Ну, потому что надо не экзистенцией говорить, а экзистенциал лучше говорить. Если экзистенция все равно одна, наверное, да, а способов ее проявления… Ну, просто я как бы понимаю, что я существовала. Ну, это экзистенциал, то есть понимая свой, каким образом существует, то есть понимая свой как. Через определенного рода экзистенциал. Да, тут как раз вот почему в себе, потому что я не сознаю себя причиной существования, но я просто сознаю, что ее существует. Я просто бросаю в стенку мяч. Я не говорю, что здесь я, который бросает, бросает мяч. Ну, ведь, казалось бы, и ситуация и для себя здесь тоже возможна. Бывает, что действительно эти две экзистенции, они могут быть даны одному этому множеству сознанию в качестве симфонии, в качестве единства, самостоятельных моментов, ну, лично. Моя технология – это когда девочка прекращает кидать мячик в стенку и начинает танцевать. Тогда вот эти два момента, они оказываются положены для себя одновременно в качестве некого единства, симфонии или в качестве монеты для себя. А какая разница, называйте бросать мячек? А потому что у нас получается, что они как бы между собой соотносятся, то есть один задает ритм и какую форму другому. Вот это и есть танец. Первый момент, то есть первый экзистенции задает ритм и отношение с собой в явной форме другому. Это и есть танец. Так он в таком же смысле присутствует и в кидании мячек? Ну, вот нет, не присутствует, потому что там была ситуация в себе. То есть эти моменты были даны в качестве последовательных. В этом смысле, как в качестве последовательных, один не был соотнесен к другим. То есть не было этой ритмики, указания первого на необходимость второго и так далее. Они были последовательными. Поэтому девочка просто мячек в стенку кидает. Раз, два, пауза, семь, восемь, двадцать пять, тридцать шесть. Ну, вот так. А вот в танце, как таково, эти моменты, казалось бы, даны в качестве соотнесенных. То есть именно в качестве самостоятельных. Прямо перед собой не в качестве последовательных, а в качестве самостоятельных. И это управление первого со стороны второго, подвластность первого во второго, оно и проявляется в каком-то главном танце. Ну, казалось так. Да, я вешу. Нет, он еще в середине. Да. Хорошо, спасибо, потому что я что-то уже забеспокоился. Я боюсь, что у нас экзистенциалов будет просто с нами не знаю. Я боюсь, что нет. Да, это же хорошо. Это плохо, наоборот. Это не философский разговор. Это будет называться посиделки на кухне. На кухне. На кухне. Слушай, какое-то замечательное. Шкафу внизу. Философия же, это физика, она подразумевает, что мы можем вычить такую структуру, которая будет определять все остальное. Нижняя полка, хорошо, хорошо, ладно, спасибо тебе. Забота такая. А то у нас девочка будет мячик бросать, танцевать, подпрыгивать, будем глазами мигать, поправлять прическу. Да, 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 вот обратите внимание. Красить губы. Что все это дело, нет, такашние губы я еще не дошел. Но я понимаю, все передачи. Но, видите, нет единого «я», потому что единое «я». Одно дело, бросаю мячик в стенку, другое дело, там, что-то еще делаю, но нет понимания, что это… Есть переживание существования. Она не понимает, что это одна и та же она, кончила бросать мячик, начала танцевать. Она все равно вот переживает одно и то же. Так вот и получается, что… Не та же самая девочка… Единство «я» там окажется, что достижимо тем способом, что мы подчиняем второй экзистенции, или конкретность жеста, ритмике первого. То есть форма подчинения – это как раз ритмика, то есть танец. То есть оказывается, что на самом деле, что ситуация для себя, она бывает. Почему? Не, 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 не. Таким образом, это все бывает. Ведь на самом деле, они же… Если это у нас два дистанциальных переживания, данные последовательно, то быть может, и похоже, что в эперике так и получается, что эти два переживания могут быть даны не только последовательно, но и как наличные, как оба одновременно. Вот тогда вот ситуация танца возникает, или для себя бытия жеста. Ведь до сих пор у нас жест был всегда в себе, да ведь, любой жест у нас был всегда дан в себе, он сложная, эта картина, там много моментов, чего-либо еще, но он не дал как бы был для себя. И вот если мы вот эту картинку попытаемся развернуть и понять, что она на самом деле не только в себе бывает, но и для себя, то мы встречаемся с танцующим Заратустой, или с танцующей девочкой. Вот это интересно, я очень-очень пью, двигаюсь, но если есть вот эта целостность ситуации, вот это я причина, я простое движение, я конкретное движение. Все это целостное переживание, в котором ни один из моментов не дан отдельно. То есть я не могу себя как причину отречить от того, что я причиняю. Я сознаю себя как причину, но я не могу себя как бы вот сформулировать как причину до того, как, до самого причинения. То есть все вместе. И в чем заключается активность мыслей? В том, чтобы разрушить эту симфоничность некоторым образом. То есть поднять эти моменты не как существующие в симфонии, или в последовательном перетекании одного из двух, да. Но как в качестве противостоящего другого момента? В качестве противостоящего другого момента. Тогда первым моментом будет то, о чем мы уже однажды немножко говорили. Это я делаю для себя простое движение предметом для себя. Я становлюсь причиной для себя, предметом для себя. Я становлюсь предметом для себя. То есть я учленяю этот аспект. Я причина для себя. Тогда все, что я делаю, становится мне предметом наблюдения. Девочка маленькая, бросающая мяч, себя не наблюдает. Мои собственные жесты – это предмет наблюдения для меня. Да. У вас как-то странно начинали… Это уже вот это будет как как бы для себя. Но… Мы же начинали с сознательных жестов. Откуда взялась вот это вдруг потом обнаружение, что я там как бы причина чего-то? Изначально я причина. В этом смысл жеста сознательного. Нет никакого бессознательного жеста. Мы отринули все эти вреды. Жест – изначально сознательный жест, и я изначально причина действия. А он сознательный. Ну, значит, я причина, если я сознательный. Конечно. Значит, нет такого, что я вдруг обнаружил, что я причина. Всегда я причина. И девочкой с мячом – это как бы неудачный пример, потому что девочка как раз и ничего не обнаруживает. Просто есть и все. Она в том бессознательном движении находится. Ну, здрасте. Которую мы отринули. Где-то имел девочку бессознательную такую, мяч кидающую бессознательную. Нет, я имею в виду та, которая не сознает, а просто играет и как бы находится в каком-то вот этом действии и все. Нет, есть разница. Только для нас со стороны она как бы существует, а не для себя. Ну, я утверждаю, что для себя. Потому что есть разница между тем, что девочка переваривает пищу, из нее здоровый желудок, она, конечно, переваривает и все. Другой дело, она бросает мяч. Она в восторге. И мы ищем причину восторга. Потому что я бросаю мяч. Она доказывает свое существование. Бросание мяча, она доказывает, что она есть, эта девочка. Ура, я есть. У нее есть сознательный желание бросать мяч. Ты хочешь сказать, что у нее нет сознательного желания бросать мяч? Тут и состоит, что девочки бросают мяч, а люди другие сознательные идут на работу. Желание, кстати, нет. Мы желание не выводили. Желание мы не выводили. Мы вывели только существование. Она бросает мяч, потому что бросает самоценное действие. Мы не предшествуем какое-то желание. Это тоже важно. А вот я хочу попрошать мяч. Вот этого нет. А вот я бросаю мяч, это и есть. Ну, следующий шаг можно назвать отчуждением. То есть, как бы, жест несколько отчуждается от меня самого, раз я становлюсь его наблюдателем. Так, а почему отчуждение, почему не подчинение? Подчинение? Подчинение, да. Конкретность жестов подчинен чистоте причины. Чистоте причины, да. Чистоте движения. Жест подчинен чистоте движения. Да, но эта ситуация, она ситуация в себе. Она же может быть и для себя. Так вот, вот я и... Нет, тут вопрос, конечно, как это описывать, какое слово выбрать. Но мне кажется, что вот слово отчуждение здесь совершенно уместно. Потому что, что происходит? Я, как бы, наслаждаюсь киданием мячика. И в какой-то момент я вдруг понимаю, что, ну, как сказать, схватываю вот некоторую отчужденность, отчужденность этому процесса. Продолжаю кидать его, видите? Ну, отчужденность и отчуждаюсь, да. Но отчуждаюсь, и это означает, кстати, что я должен, видимо, потерять наслаждение. Потому что наслаждение-то у нас было как раз от того, что все совпадало. Ну, то есть, бывают две ситуации. Ситуация отчуждения и ситуация подчинения. Обе. Это эта ситуация бывает. Ну, естественно, да, когда у тебя есть два момента, ты можешь сильно отличаться от одного момента, а второй – ты можешь в этот момент причинить самому себе. Изначально все подчинено. Это я как-то не понимаю. Из себя причина. Да, но это… Изначально все это подчинено. Ну, это подчиненность в себе, но не подчиненность для себя. Да, 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 да. Ведь эта ситуация подчиненность, она может быть и для себя. Как вообще может быть сознание, которое… У вас как есть сознание, которое себя не сознает? Так, что сознание себя не сознающее? То есть, оно является сознательной причиной, как бы, но не сознает, что она сознательная причина? Ну, ничего, кроме наслаждения, девушка не испытывает, когда бросает мяч в стенку. Ничего. Совершенно. Она ничего не хочет этим сказать, она не имеет цели. Она просто бросает мячик. И причем ей почти все равно что делает – бросать мяч и танцевать. Она просто доказывает свое существование, наслаждается своим существованием. Я об этом. Ничего больше нету. Сознание себя, как себя, нет. Есть сознание себя в бросании мячика. Бросая мяч, она доказывает себе, что она существует. И в этом ее счастье. А простые рефлекторные действия, они тоже доказывают, что ее существуют? Нет, нисколько. В чем разница простого рефлекторного действия и действия бросания мячика девочкой? И там, и там, как бы, сознание, оно, как бы, в себе, но его, как бы, нет, как бы, получается. Ну, вот между нет и есть, и есть некоторое промежуточное состояние, которое называют, как бы, существованием. У девочки нет ситуации, можно и так сказать, у девочки нет ситуации, что я двигаюсь своей рукой. Вот своя рука, моя рука, это сопли. Это все говорят, я субъект, я есть я, есть моя рука, я двигаю моей рукой, как частью самого себя. Вот это не так. Я есть в движении рукой, в конце концов. Первоначальная интуиция, что я двигаю рукой, но я не есть рука. И тут, и там, вот в этих двух тензисах нет ситуации, моя рука. Я есть рука, и я не есть рука. Вот на что распадается ситуация, моя рука, если ее разбирать, если ее разбирать, эту ситуацию. Интуиция, моя рука, не существует. Хотя все говорят, что только она и существует. Я двигаю, чем я двигаю? Рукой. Чей рукой? Моей рукой. Все. Но этого нет. Я есть рука, а с другой стороны, я не есть рука. А в конце концов, когда мы осознаем ситуацию, я есть рука. Я есть в движении рукой. Я не есть рука, конечно. Я есть в движении рукой. Я есть в руке. Это счастье моего бытия. Но что в этом все-таки заключено? В этом целостности, в этой симфонии есть... Ее можно анализировать, я полагаю. Я полагаю, что ее можно анализировать. Тогда первым шагом анализа будет отличение себя от себя. Потому что простое движение – это я. И есть я, которое является причиной простого движения. Простое движение – это я, есть я. И есть я, которое – причина простого движения. И тогда может быть ничего удивительного, что я, в качестве мыслячей формы, первой причиной – отличаю себя от самого себя. Тогда возникает ситуация наблюдения над самим собой. Девочка, бросая мячик, как бы смотрит на себя со стороны. Когда бросание мячика превращается для нее уже в забаву. Не существование, а забаву. И здесь что интересно, на самом деле? Здесь интересно, что есть я как причина жеста, и есть я как часть жеста. Потому что простое движение – это я равно я. Простое движение является субъектом, а предикатом является бросание мяча. То есть в простом движении есть я как субъект, о котором сказываются предикаты. Возникает ситуация, когда мое движение рукой означает, что я говорю, я двигаю рукой. Само движение рукой – жест. Жест включает в себе сторону простого движения и сторону сложного движения. И сложное движение сказывается от простого. Если я отличен от простого движения, то простое движение превращается в высказывание. Девочка бросает мяч, она тем самым говорит – я бросаю мяч. Она больше ничего не говорит. Она никуда не отсылает. Но она говорит – девочка, бросающая мяч, говорит – я бросаю мяч. Когда я двигаю рукой, я говорю – я двигаю рукой. Именно говорю, потому что в самом жести есть субъектно-предикатное отношение. В самом жести есть субъектно-предикатное отношение. То есть в жест есть высказывание о самом себе. Я наблюдаю за собой и я высказываю то, что делаю. Я наблюдаю за собой и я высказываю то, что делаю. Вот я бросаю мяч в стенку. Развоение я – оно очень интересное. Есть я, который бросает, и есть я, который в жести. Я, который в жести, сообщает о самом себе, что я бросаю мяч в стенку. То есть мы, когда мы анализируем вот эту симфонию, мы находим в ней два момента. Первое – самонаблюдение, и второе – высказывание. Почему жест имеет форму высказывания? Именно высказывание, понимаете? Потому что это субъектно-предикатная ситуация. Простое движение – это я равно я, или просто я, которое раскрывается в предикате. Я бросаю мяч, я двигаю рукой. Я танцую. И еще есть я, который наблюдает за этим. То есть ситуация наблюдения, ситуация высказывания, как бы вот… Все-таки я высказываю или высказываю? То есть помимо меня, само по себе высказывает? Да нет, наоборот, я тут вполне субъективен. Я наблюдаю за высказыванием. Я придаю ему форму высказывания. Потому что в первой ситуации симфонии, единства, просто существования, никого высказывания не было. Но я различаю в этом существовании момент самонаблюдения и момент предикации. Да, тем самым задаем… Нашу структуру восприятия нет, нет? Или все-таки не задаем? Я не знаю, дальше мне никак не пошевелиться. Я живу в тело в теме дни, поэтому Весмертный не имеет логическую структуру субъекта и предикатов. Ну, наверное, надо вывести. Пелка-зеленая. Да, интуитивно, конечно. Весмертный все равно. Конечно, так. Да. Но, понимаете, я никому не сообщу, что это значит. Понимаете? Когда я бросаю мяч, чтобы кому-то что-то доказать, рассказать, это одно. Кому-нибудь сказать, что я хорошо бросаю мяч. Посмотрите, как я хорошо бросаю мяч. Но это же не о том. Я считаю о том, что как бы способ нашего существования в теле, он всегда задает нам мир, имеющий структуру субъектно-предикатной формы. Наше существование в теле. Поэтому мир именно такой для нас. Были бы антилотки бесстелесные, мир бы не был, не был бы, не был бы в себе непредикатной формы. Логику именно. Ну, это спорный тезис на самом деле. Потому что вот мы обсуждали чистые действия, и никак бы не смогли перейти на точку зрения, что не надо удваивать сущность отбора времени. Достаточно чистые действия. Не надо было сказать, что я причиняю чистые действия. То есть везде как бы это вот я, как причина, удваивает каждый раз сущность. Так что я думаю, что это все-таки говорит о том, что субъектно-предикатная структура обеспечивается в нашем теле существования, это слишком большая натяжка. Ну, хотелось бы. Я понимаю, что это может быть натяжка, но хотелось бы. Да, но пока это не получено нормальными логическими аргументами, то, конечно, останется просто натяжкой, гипотезой. Другое дело, просто я хотел сказать, что мы языком-то не так хорошо владеем, чтобы говорить о том, что то, что я хочу высказать в языке, то и высказывать. Всегда получается, что я что-то говорю, а высказывать – звено. Так что и в жизни я думаю, что на самом деле это я так думаю, что я высказываю ясно и четко на самом деле, и непонятно, что высказывается. Каждый раз как бы есть разница между тем, что как бы я сознательно задумываю, и тем, что фактически осуществляется. Что касается языка, так же и тела. Я думаю, телесно одно выразить, а выражать – в другом. Даже если как бы это просто девочка играет в мяч, можно в миллионных способах подумать, чтобы кому-то инфицируется и что-то такое высказывается. Но это на самом деле любопытная ситуация. Дальше я двигаться не могу. Не могу – значит не могу. Но это любопытно. Я не языком говорю, что я двигаю рукой. Я движением руки говорю, что я двигаю рукой. Я говорю, не языком, а жестом. Я говорю, что двигаю рукой. Потому что субъектно-предикатная структура, у жеста есть изначально субъектно-предикатная структура, только поэтому. Можно говорить, не говорить, говорю, потому что говорить кому-то, я понимаю всё. У жеста субъектно-предикатная структура. Может быть, какую-то формировку найти, типа того, что жест становится выражением? Да, можно и так сказать, да. Вполне себе удачно. Возвращение по слову, это с ним высказывание. А вам не кажется, что собаки, животные, комары тоже так же высказывают? Симфония и камни лежат на дороге так многозначительно. То, что мы комаров понимаем человеческим образом, это точно совершенно. Но это потому, что мы сами такие. Потому что мы сами... Камар что говорит? Что я сейчас тебя укушу, он действительно этим занимается. Он не кусает, чтобы доказать бытие Бога. Какой-нибудь ещё кроме онтологического доказательства. Он говорит, сейчас ты об меня споткнешься или так? Он лежит на зло мне. Я лежу на зло, на дороге. А вы думаете, из чего стихи возникли? Только вот из-за этого. Камень лежит там у Гумилёва, а сейчас он бросится тебе на грудь, растерзает тебя. Ну, Господи, все стихи так устроены, не только этот. Это возможно только потому, что мы понимаем природу собственного жеста. Я не могу совершить жест, если я не совсем маленькая девча, которая наслаждается экзистенцией. Я не могу совершить жест без того, чтобы сказать этим жестом сам жест. Потому что жест имеет вид высказывания. Жест имеет субъектно-предикатную структуру. Главное здесь в том, что я нахожусь в самом жести, не в языке, не в сознании, я нахожусь в самом жести, я двигаю рукой, двигая рукой, на самом деле, я осознаю, что я двигаю рукой, опять я неудачно сказал, я выражаю это, я жестикулирую, да. Здесь возникает действительно ситуация жеста, то есть по природе это выражение, жест выразителя, хотя выражает он самого себя, ничего больше. Мы, как мы говорили, до текста находимся в ситуации или уже в тексте, потому что текст это о чем-то. Если я хотел движением рукой показать там привет-привет, это был бы текст, но я движением рукой просто выражаю движение рукой, никого не приветствую. Демонстрирую субъектно-предикатной формулы. Да, и все. По крайней мере, совсем немного ситуации своего жеста. Двигая рукой, я этим выражаю движение рукой, вот бесходная ситуация, из которой должно что-то проистекать. Из нее должно что-то проистекать, проистекать действительно текст, жест как текст, но как из этого вывести? Видимо, как-то вывести, потому что раз изначально жест выразителен, то он и должен выражать что-то. Но это как бы уже разговор, несколько другой. Ну что, все на сегодня, да? Я боюсь, что мне пока совсем не видно, куда двигаться. Хотя бы капельку не увижу, я уже не знаю, что их делать. Можно даже придется паузу делать в семинариях. Или закончить всего навсегда, потому что я не вижу очень такие, на мой взгляд, перспективные интуиции, но развернуть их мне не удается. Думаю, что, надеюсь, что пока. Все, спасибо. В порядке.